Как в жизни сказал Андрей, сейчас мы предоставляем слово нашим авторам, тем авторам интерпоэзии, стихи, которых выходили в недавних номерах журнала и тех, чьи стихи планируем опубликовать в ближайших номерах. Хочу бы пригласить сюда к микрофону поэта, постоянного автора интерпоэзии, Владимира Солеймона. Я не всем постоянный автор, но, тем не менее, постоянный друг Грисова. Надеюсь. А это одно и то же. Да не совсем. Дискуссия. Да нет, никакой дискуссии. Я просто прочитал книжку «Свитки», наверное, так просто получилось, что мы думали в этой ассамблее несколько дней назад, как только мы приехали. Я прочел и, будучи вообще далеко не всеядом существом, трудно, часто переваривающе, то, что мне, как бы, предстает перед моими глазами, или в бумажном или в электронном виде. Я не могу сказать, что я и, собственно, я написал об этом и Борису, и Андрею, потому что я их с каким-нибудь поздравляю. Она удачна. И она удачнее, чем Андрей читал. Потому что читал он, на мой взгляд, средний, а книжка – это, как сказать, она хороша, как вот такой... Я терпеть не могу это слово «текст», потому что он лишен вообще пола. Но все-таки, когда читаешь, ты ощущаешь такую прескость и пахальность всего. Как муляж. И то, что стоит. Конечно, прежде всего за этими стихами. И эти стихи, конечно, возвышаются, соприкасаясь с тем, что они пишут. И все это получается такой двойной, я не знаю, как назвать такой эффект. Но, в общем, это как бы... Обычно бывает, к сожалению, наоборот. Что, когда касаешься, часто бывает, когда касаешься всем известных и очень мощных текстов, то современный текст пролирует. Здесь, как с счастливым обстоятельством, может, потому что текстов очень мало, не переборщит. Все получилось, на мой взгляд, очень хорошо. И я, конечно, с этой книгой поздравляю. Вот я сейчас послушал, вот так все, и кончая ямой, и все, я почитаю тоже. Думаю, что... Духи... Если я стану к свету, я думаю, что тихого не людей. Мне так проще. Гомца послали, он куда-то сбегал. Принес шабли, уселись, стали пить. Как не мелок, опущен, все ж приехал товарища в изгнание навестить. Минувшие жизни мне странные детали, И даже пресловутые шабли, что в чашек пилилась, Когда их в руки взяли, печь затопили и камин зажгли. Невероятный холод в барском доме Мое воображение поразил. Мороз трещал в просторных залах, кроме двух полных, Где поэт с прислугой жил. Насчет просторных преувеличений. Гостиная, хозяйский кабинет, Ночной горшок, свечное освещение И от свечного воска всюду след. Был скромен быт потомков генебала, Был скромен, но однако не убог, Но двух друзей не слишком занимало Убранство комнат, пол и потолок. Всю ночь шел снег, метель не унималась, Как это не с ним случается. Порой шампанское стремительно кончалось, Что, несомненно, знак весьма дурной. За дружеским столом обыкновенно, Когда вино кончается, друзья На выход собираются мгновенно, Поэтов распадается семья. Я долго им во след смотрел с балкона, Как впередя последнюю черту. Они, как будто звезды с небосклона, Отходят в темноту и пустоту. Мелькнет вдали знакомая фигура, Из глаз долой исчезнет тот же миг, Поскольку утонченная натура Мой брат-поэт к вниманию не привык. Он над собой опеки не потерпит, С царем на тайный сговор не пойдет, И оплеуху барину залепит, И зря не станет свой мутить народ. На завтра он повесится в сарае, И мы пойдем за гробом не спеша. Я, князь Дуду, вдова его седая, Похожая на серого мыша. Спасибо. Спасибо, Владимир. Сейчас с удовольствием передаю слово Юлию Гуглеву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Два слова по поводу сегодняшнего события. Просто хочу сказать, что с недавнего времени, В общем, не такого уж и недавнего, Недавнего словосочетания Независимый журнал, Вообще и независимый журнал поэзии, В очень многих случаях стали пустым звуком, А в случае журнала Митропоэзия Эти слова значат ровно то, что значит. Митропоэзия – это независимый журнал поэзии, Может быть, не единственный, Но я других, к сожалению, не знаю точно, Что в других печататься не хочу, А в интерпоэзии не хочу. Андрюш, несмотря на то, что мы говорили, Что надо читать стихи, Которые будут в следующем номере, Время идёт, Суршет уже сбросится в СССР, Я прочту то, которое было опубликовано Последним, Последним стихотворением, Ну, не одно, не одно, Но про баню на что это? Ну, вот я как раз про баню, И хватит. Потом ты приедешь, Они просто длинные всё там, Новые получаются. Такое стихотворение. Не дверцу шкафчика, Но в целом сондуны, Где причингалы каждого видны, Болты, отростки, шланги, мотовила. Какой там трубы, души здесь горят, Одни проходят, прочие стоят, И хоть у нас и веник есть, и мыло, Отец бубнит, что мы другой разряд. Что проку спорить с ним? Всё верно, мы другой. Средь нас увечные, Кто с грыжей, кто с ногой, С башкой распаханной, Или с телом самоваром, Сквозь помутневшей памяти окно, Вот в это всё стожопое оно, Ведут меня за сондуновским паром, Отцы-мучители и деды заодно. В гробу видал я сондуновский пар, Ещё там помню синий кочегар, При каждом шаге уголь мечет в топку, И каждый инвалид и ветеран Намыливает свой несистый кран, А я на них, всё правильно, Без толку, на новые ворота, Как варан. Куда ж ведут нас новые врата? Куда мы входим с пеной у рта, Точнее, без пены, Нас уже обмыли, Здесь веника, неопалимый куст, Горит, как тот, В важнейшем из искусств, И нет чертей, Всё сами-сами, Или держись за шайку И лишайся чувств. А шайка наша – деды и отцы, Какие ж всё-таки взрослые лжецы, Иначе для чего им это нужно, Чтоб человек, который и не жил, Под пиво с воблой, Чисто рыбий жир, Сидел, потел И крякал с ними дружно, Как вкусно, Как прекрасен этот мир, Но мы ведь там недолго посидим, Уйдём, как пар, Рассеемся, как дым, Навеянный когда-то с антунами, И, кочегара, Синяя рука Отправит в топку Всё, что за века Намылось, Напотело между нами, Но это будет позже, А пока Они сидят На волглых простынях, Раскинувшись, Как барин на санях, Рвут плавничок, Сдувают пену ловко Среди багровых И счастливых рож. Эй, юликаты, Ты чего не пьёшь? И дед Аркадий, Тяпнув Жигулёвского, Знай себе, кряпает, И миром правит Ложь. Спасибо. Продолжаем чтение, Ирина Ермакова. Бабочка. Гора открылась, А там горе, Горит, воет, Плюёт славой, Перекипает за край, По склонам, Течёт, клопочет И накрывает В слепнущем винном Вечернем свете Книжку раскрытую, Блики на стёклах, Зайцев бегущих По потолку. Радость и ярость, Слабость и стойкость, Воздух вытянутый В строку, Где-то в долине Поют пули, Путаясь в пыльной Листве двуцветной, Склеенные стополиным Пухом, И накрывают Всю нашу глупость, Все завихренья На этой земле, Вазу с подсолнухом, Стыд, восхищение, Велосипед на последнем балконе С помпейской бабочкой На руле, Всё накрывает Огненным морем, Огненным морем. Сколько людей В одном Огне, Сколько В одном Человеке Огня, Боже мой, Посмотри на меня, Не печалься, Господи, Обо мне. И, Будто мой отник очнулся, Помедлил И быстрей, Быстрей, Расталкивая Воздух Плодный И в нём Столкившихся Людей, Сечение В одно Касание, Тяжелозвонкое Зияние, И свист, И чирк, И ликование, И неизбежный Разворот, Размах Налево И направо, И вниз опять, А там, Под ним, Распластана Его Держава, Четвёртый Рим, Девятый Крым, И тень за ним, Бортпроводница, Не отстаёт, Вперёд, Вперёд, Крылатка, Ласточка, Черница, Кому свистит, Кого поёт, И шаткий луч За ним крошится, Какой любви, Каких свобод, Сверкает Огненная спица, Лети, Да кто ж его Очнёт? Всех собрать, Обнять, За стол Усадить, Подливать, И слушать, И говорить, И следить, Как плывёт Над садом, Живая, Остывающий воздух, В речь извивая, Паутинки Дымной, Дымчатой, Медная нить, Как блестит она, Зависая криво, Родовой сети, Короткий обрывок Среди веток, Наспех растущих дней, Слушая близкий Гул, Корней, Имена яблок Подон сусада, Молодых беревных Под глухой листвой, Две конкорде, Ниночка, Александра, Как вечерняя, Поговори со мной, Вот мы, Люди твоя, Твоя люди, Эхо яблочных, Главных, Озимых слов, Что тут будет, Когда ничего не будет, Что от нас останется, Только любовь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жалко, Мне это у Михаил Фройника. Вот так получилось, что Пела стихотворение, Я не могу прочитать, Но как-то немножко Впандан тому, Что прочитала только что Ира, Ее последнее стихотворение. В августе, В сумерках, Две подружки, Маша и Саша, Ловят в траве кузнечиков, На шорох. Кузнечики издают шорох, И ловят на него Машу и Сашу. Потом, зажав им лапки, Каждая своему, Сталкивают лбами, Чей, чьего первым сожрет. Полжизни спустя, Маша, Каждое лето ездят в Москву, Пять монастырей обойти, Губами к Матроне, Лугом к Спасителю, В Кандалакше с этим похуже, Да и тянет на малую родину, Чего там. Жирного палтуса Маша Привозит Сашку, Пиво берут авоську, Вспоминают общего Борьку, Что был Машкин, Потом стал Сашкин, А нынче уж нет его больше нигде, Бля, слышишь, подруга, нигде. После полуночной речки выходит, Чтоб никто не мешал предосеннему Стрёботу и верещанию, И Саша хрустит челюстями, А бывает, что Маша. Это стихи из последней книжки, Которая называется «Тыл», Прав был Юлик, Многие стихи, Которые, кстати говоря, Скоро появятся на первом номере интерпоэзии, Больше нигде появиться и не могли бы Здесь, в России, Ввиду многих причин, Я сейчас их читать не буду, А вот сейчас... Нет, точно не дам. А ты жил через улицу, Улицу звали Богдана Хмельницкого, Когда её переименовали в Бабура, Нас обоих там уже след простыл. Я был Рахман, ты был Рахим. Матерей наших вообще звали одинаково, Два колокольчика одного тона. В твоей квартире стояла настоящая газовая печь, А в медленной коробке жили индейцы Из каучука или полиуретана. Каучук, каучук, каучук длинный змей. Что в этих фигурках вызывало больший трепет, Неожиданная податливость материи Или фантастическая рассветка, Теперь не скажу. Немецкое качество. Вот чем пахли твои драгоценные штучки. Отец, дирижёр военного оркестра, Привёз их тебе из Германии. Жизнь не баловала нас игрушками. Оловянный солдатик или деревянный щелкунчик Являлись пропуском в лучший мир. Твоя резиновая армия Выстроилась на полу пёстрой демаркацией По эту сторону. Нищета и запах хлорки. Потоп, красивое будущее, Классовая правота, бессмертие. Тебя неудачно женили. Довольно скоро ты растолстел, Подался в торговлю И получил ощутимый срок. В чём ошибся индийский вождь? На чём споткнулись твои храбрые воины? Кони их съедена, земля выжжена, Их отравленные стрелы торчат из их спин, Словно спицы летучих мышей. Всё пожухло и склело, Вышло вон. Даже наши имена, Коих суть милость и милосердие. Говорят, раз в семь лет человек обновляется весь, Строение клеток, форма черепа, Образ мыслей. Наверное, пятьдесят лет назад, Когда накалывалась эта татуировка, Он походил на свою мать, Быстроглазую, узкостопую ладейку. Сегодня каждый шаг его висит пять пудов, Взгляд не скользит, А вонзается, как ледоруб. И только фиолетовая любовь на ладони, Слегка расплывшаяся в яволь, Говорит о том, что нет в мире, В этом мире ничего, сука, непостоянного. Какое я животное? Определитель Линнея об этом молчит, Твое лицо тоже. Сплю урывками, Охота прервается на несколько секунд, Когда ты меня переворачиваешь. Смотрю пальцами, слушаю носом, Щупаю голосом. Недавно впервые увидел себя на видео. Раньше всегда отворачивался, Как перед видом сумасшедшей голой старухи. Но тут всплыла запись 14-летней давности. Я справился, взгляда не отвел, Слуха не отвратил. И вот что я скажу. Там я был в ящерице. С напряженной фиксируемой головой, С периодически выстреливающим языком, Я словно измерял им влажность воздуха, Его теплоту, его заряд неверным будущим. Я не умел говорить, не умел стоять, не умел видеть. Я был весь этим языком, Измерительным прибором опасного веселья, Разыгрываемого почему-то крюковому письму. Кто от кого, а я произошел от той ящерицы. Теперь мне есть с кем себя сравнивать. За 14 лет я научился прятать чувства и купировать мысли. Лицемерие стало ощутимо меньше. Не уверен, правда, что в этом есть чья-то заслуга. Я научился самостоятельно стричь ногти на правой руке. Писать левой я тоже теперь умею. Я понял смысл ежегодного Рождества. С каждой новой репетицией растет шанс для произведения быть однажды исполненным. Еще одно немаловажное обретение. Я никого за это время не убил. Знаете, как бывает? Толкнул человека, а там гвоздь. Мало кому это удается, учитывая непрезаденную хрупкость человеческой жизни. Я научился готовить далму, сворачивая листья винограда при помощи скользкого целлофана. Я узнал, что умею прощать. И в моей жизни почти уже нет того единственного человека, что считает меня исчать им ада. А вы говорите, перемены невозможны. Еще мне кажется, я становлюсь носорогом. Спасибо. Следующий автор, который будет перед нами, это Елена Зейтер. Спасибо. Спасибо, Вадим. Я, в первую очередь, воспользуюсь возможностью еще раз сказать Андрею спасибо. Мне бы была честь вести его вечер в понедельник. И очень интересная была тема физиологии языка, метафоры. Я бы хотела сегодня озвучить впервые стихотворения из своего нового античного цикла. Я выбрала три стихотворения. И одно из них, третье, будет связано с той темой священной земли, о которой сегодня говорил Андрей. Первое стихотворение. Буду здесь вынуждена дать краткий комментарий, потому что в моем цикле герои, которые кажутся второстепенными. И в этом стихотворении Тирен, который был сыном царя Лидии, когда Лидии был долгий голод, то он отправился с половиной народа из страны и основал свою страну, которая, возможно, стала родиной Этрусска. Тирен, ты шел одновременно из Анатолия, из Кифии, из Альп. Во рту твоем вырос Этрусский язык. Этот кому глиб, невкусный, липкий, как уступили ему голубей твои органы речи. Прости, но мне он также непонятен, как и Лидийский. Да был ли ты в Лидии? Если да, пусть над седой молодой головой твоей взойдет мяч, и с Альпинга труба со сладким рогом огласит голод. Колокол ее вершины раздует до юбки, и будет старт, и фреска оживет. Медные соли сойдут до сырой извести. К ногам коня прижмется собака, лев вырастет из-под земли и оближет глифона. В твой рыбий рот вольется смола, и закатится семь черных гладких богов. Рыба, рыба с двумя языками, языком отцов и языком твоих детей. Тирем, немые лары, забившиеся внутрь порога. Посмотри, как испуганы их глаза. Но ты говоришь на третьем языке, если я понимаю твою речь. О белые горы, низкотрапные луга, бегущие вниз от ледникового лютика языка. Следующее стихотворение «Римская Греция». Написано оно от лица римского солдата. Как известно, Рим, еще будучи очень молодой империей, а Греция в это время была ослаблена в войнах, Рим же преуспел наоборот. В пунических войнах других он делал Грецию одной из своих провинций. Но в то же время римляне с большим пиететом относятся к грекам, и едва ли не внутри каждого из них живет внутренний грек. Римская Греция. В нашей когорте едва ли семеро из Рима, но в этой схватке мы все из Рима. Всюду красный гребень на шлеме твоем, поперек, мой центурион. Серебряный доспех твой, теперь мой глаз, мой центурион. Резок, резок, молодой Рим, свежий кожаный ремень. Месяц назад у меня было имя в Египте. Знал ли я это имя, когда стал новобранцем? Кто этот человек с новым именем? Хорошее имя для легионера Гастул. Вот его бронзовый нагрудник и мой прямоугольник щита. Зверь Гастул. Крупный скачущий мул с голосом осла. Ради крови он оставил и жерди, и котелок. В горле его сильный внутренний грек. Руки врага на моем горле. Я убиваю врага грека внутри себя, в литых мускулах моей кирасы. Август, вечно молодой Август, будет ползать в Никополе на животе. Живое лицо императора на римской монете, словно на греческой каменной скамье. Африка, Хорсика, Греция. Кастул бросил кости и назвал эти земли Римом. И еще одно стихотворение из этого цикла, которое как раз связано с землей Иудеи, потому что в истории Рима была и иудейская провинция Кесария. Береника, один изящный шаг назад, и ты уже никогда не увидишь, как оно и вышло. Шествие живых трофеев римлян. Жители вечного города нарядились сегодня как один, и перед ними выступают могучие легионеры. А за серпонусными колесницами идут повстанцы иудеи, вернее, те из них, что выжили. Но их очень много. Изнуренные и раненые несут на себе полумертвых. Солнце кипит в их лохмозьях. Будущие строители Колизея, будущие гладиаторы входят в Рим. Или только ты, царица Иудеи, увидела бы их такими, а на самом деле Тит выбрал самых рослых и сильных для своей триумфальной процессии. Босая, остриженная под бритву, ты, конечно, попросишь Тита об их пощаде. Но волосы твои завивают уже горячими щипцами и укладывают крупными локонами над олбом. И лучшие портники Рима шьют тебе платье из дикого костского шелка. Правнучка Ирода вот-вот станет Августой ты или парящая над тобой Клеопатра. И все трое бывших мужей твоих станут правителями Римской империи. И брат твой Ирод Агриппа и твои сыновья. Береника — знакная невеста, юная, целомудренная еврейка, — шепчут римские женщины, пряча в обе ладони рот. Ведь Тит вырвал язык Кинника, осквернивший его возлюбленную из отрубленной головы. Он и рад был бы усмирить своих свирепых солдат, вспарывавших животы иудеев. А вдруг те проглотили золотые монеты? Но оставшимся в живых хуже потешать толпу в амфитеатре. Сколько пленников погибло только на одном спектакле в Беруте. Тит и сам выходил на арену, бросая на песок сожженную храмовую гору Антониевую цитадель и изгнанную из Рима Беренику. Данила Дорогов сзади, да? Тогда передаём ему слово. Данила Дорогов. Я очень благодарен Андрею и Вадиму, как, так сказать, человеку, который выставил в данном случае редактору, за то, что я попал в этот замечательный журнал о публикации, о котором давно мечтал. Тем не менее, прочтю стишок, который, по-другому слову, более новый. Он длинный, но один. Можно идти? Ненавистен и тот, кто думает, что в телячьем вагоне, получше, чем на диване что-то загоним. Но ненавистен и тот, который клянёт свой рот, ожидая звонка, трубку никогда не берёт. Ненавистны, пожалуй, все, хоть хомячок в колесе, хоть эта старая дура, что цифру неправильно в индексе. Ненавистны родные, далёкие тем более, и вообще ненавистны всякие, кто перемещается средь вещей. Я к чему говорю? Учить любви уж не мне. Есть профессионалы по этому делу в родной стране. Я не хочу любви, не хочу тепла, не хочу удивитесь даже, чтобы не было зла. Зло-то оно смешное, вторичное, христиане подтвердят. Просто отсутствие свойств, а не свойства. Но хуже, взят за шкирку или кадык. Ты вскрываешь тайник, и фиг бы с ним с тайником. Но спрашивают, кто ученик, кто учитель, кто родители, кто брат и сестра, кто сюда ещё приходил, кто соседи, кто вот с того двора и так далее. Снимут кожу с тебя, исключительно истину возлюбят. Правда тогда хорошо, когда за ним не кроется большая ложь. Добро хорошо, когда зло ничтожно, но это по ложь жем не всегда получается. Бывает и по воле зло, оно пустота, изнанка, но просто нам вот не повезло. Любовь бывает, когда её называют так. Это умеет всяк, и хитроумный, и среднего разума, и простак. Милость бывает, когда ты веришь, а вера бывает, когда ты с ней. Часто нет ничего этого, приходится лишь потесней. Здесь должна быть страфа морали, но не будет такой страфы. Я знаю то же, что вы, и вы знаете то же, что мы. Вообще категории рождают лишь болтовню, но и то странное и невладимое чувство, которое я храню. Спасибо Антону Павловичу. Теперь хотел бы пригласить к микрофону Галину Климову. Я хочу сказать, что приезд Андрея в Москву, это всегда становится событием. Он тут как у нас всех ворошит, собирает, поднимает, устраивает праздники. Хотя, в общем-то, он действительно для нас, для всех человек правильный, Андрюша. Ты человек правильный для нас. Но вот я тебя знаю, как такого, знаешь, совершенно забойного трудоголика. На всех фронтах твоей крупномасштабной американской жизни. И даже не совсем американской, а, в общем-то, и российской. Так что, Андрюш, спасибо тебе, что ты нас всех собрал. Спасибо, что ты вот это вот всё делаешь с нами. И дай Бог тебе здоровья, и дай Бог тебе успехов во всём, что ты делаешь. Во всём, что ты на себя взвалил. В том числе и ради литературы. А стишок? А стишок, праздник, маленький. Чтобы не мучить никого. Сейчас. Сотворение посвящается моему прадеду, который жил на Вогилёвщине, в местечке старой прянички. И вот мы в этом году со всей моей семьёй ездили, чтобы посмотреть, что это такое за старые прянички, что это за прянички. Просто чтобы подышать воздухом этого места. Потому что там же, в общем-то, конечно, ничего не осталось. Старые прянички, новые прянички, пряников нет. Речка и кладбище, постное пастбище, бархатцев цвет. Где здесь хозяйство, моши, сапожника, дратва, колодки, клей? То-то в балетках и даже в баретках легче и веселей. Окна повыбиты, крыша проломлена. Есть кто живой? Отвечай. Мы на словах двести лет возвращаемся, к прадеду едем на чай. В доме, как в коме, ни взгляда, ни отклика, выдохлась тишина. Здесь, на юру родового беспамятства, обувь совсем не нужна. Старые прянички, новые прянички нет никаких. Мятных, медовых, и шоколадных, и комсомольских, и городских. Спасибо. Спасибо всем, выступившим сегодня авторам. Я в заключении прочитаю три небольших фрагмента из своего цикла проявления. Он называется... Свет, черно-белая вода. Лицо пока еще не в фазе старения. Бледный карандаш проводит родственные связи. Смеется молодой отец, Жалтеющий с собой в разлуке И забывающий о тех, на чьих плечах он держит руки. Застыньте перед камерой на три секунды. Встанете, как в воде. Познайте мир прост и черно-бел, Ни складок, ни морщин, не зная тела. Ветвящийся орнамент целлюлита навеки стерт, Лишь блики на воде и пики гор над облачной грядой на заднем плане. Я не вижу, что вдалеке. Я кусок своего времени. Мне сподручнее, налегке, Привычней без роду и племени. Библиотека моя, электронная книжка И в айфоне мой фотоальбом. Все труднее ушедших удерживать за руки с каждым днем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ